Профессор, я думаю, что мы уже начнем. Приветствуем вас в Азербайджане, так скажем, хоть и онлайн вы подключились. Хочу вас представить нашей азербайджанской аудитории на азербайджанском языке, рассказать о всех ваших регалиях, и потом мы передадим вам слово, с вашего позволения. Спасибо. Спасибо. Азиз хэкимлэ, sizi саламылираам в дэйли ваше время вебинара сәрбетдей для вас. Сиза дарин тэшэккюр билдейдик. Bugünün актуал bir mövzudur COVID-19 пациентлэрдэ, артрал гипертензия, нэзарет. Вау, муэзу нэалагедар, чихиш итмэкчюн, Русия Федерасиясиндан профессор Конради Александр ханму дэвэд ищи. И, кисака, профессор барэда мәлумат верим. Профессор Конради Александр, Русия Федерасиясинин, Сэйя Назирлийин академиясının мюфгүр бюзгудür. Вау, Алмазов адына, Milli Тиби Тәдігат Мәркәзі 23 лире узрэ баш директор мавини, артрал гипертензия тәдігат шөбәсинин мюдері, Русия Картіологи Цэммиyyətinin вице-президентidir. Və qeyd edim ki, Алмазов мәркəzi Rusiya Федерасиясинда COVID-19 pandemiyası bas yanda pandemiyayla mübarizəsində ən öndə gedən məsələrdən biri olmuşdur və профессор Конради həmin xəstələrinin müalicəsindən bilavasitə məşğul olurdu. Ona görə COVID-19-la barədə çoxlu məlumatlar var, hansı ki isə çatdıra biləcək. Və artıral гипертензия üzrə də 2020-ci ilin Rusiya Федерасiyasının artıral гипертензия tövsələrin yaradcılardan biridir və ona görə də artıral гипертензия üzrə Rusiya Федерасiyasının ən yaxşı mütəxsisələrdən biridir. Ona görə sözü verək профессor Конradi Aleksandr xanıma və buyurun. Profesor, передaəm slova və, pəşələsə, udaşı və. Спасибо, дорогие колəgi, терапевты, карdiologi, добрый вечər. Сегодня мы будем говорить об особенностях лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, если у них есть сердечно-сосудистая патология, и, конечно, будем говорить об артериальной гипертензии. Я очень благодарна компании СРВЕ за организацию этого мероприятия. Конечно, мне бы очень хотелось приехать очно, тем более, что Баку – моя давняя мечта, но пока мы не можем себе этого позволить, и мне очень жаль, что я не вижу ваши лица. Надеюсь, что вы видите меня, я даже себя не вижу, к сожалению, но буду видеть только свои слайды. Сегодня для Петербурга, из которого я с вами на этом телемосту, особенный день, сегодня день снятия блокады Петербурга. И, конечно, все вспоминают и годы Великой Отечественной войны. И, конечно, нужно понимать, что для нас, для петербургцев, мы по-прежнему с Азербайджаном родственные души. Мы долгий путь проходили вместе, и нам очень приятно, что есть возможность пообщаться. И мне очень приятно, что я могу выступать по-русски. Я первоначально планировала по-английски, но коллеги говорят, что, наверное, русский язык понимают врачи более такого поколения возрастного уже неплохо. Если молодым врачам это тяжело, я прошу прощения, но на двух языках выступать тоже невозможно. Но я надеюсь, что по слайду будет очень многое понятно. И я очень буду рада, если будут какие-то вопросы, потому что наш центр много работает в коронавирусной инфекции. Мы первый раз перепрофилировались на 500 коек, сейчас мы работаем на 400 коек, на самых тяжелых больных. У нас почти 100 реанимационных коек в центре. Мы лечим крайне тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. И мы очень рады, что именно в день снятия блокады в нашем городе эпидемия пошла на спад, и мы впервые видим в два раза снижение заболеваемости и надеемся, что это тяжелое время будет заканчиваться. Теперь, что касается, собственно, коронавирусной инфекции. Если посмотреть в целом на то, что происходит, то проблема не такая простая, как кажется. Я, конечно, вижу ее больше со стороны России, но мне кажется, она и в мире очень непростая, потому что есть проблема самому вируса и те последствия, которые он дает для организма человека. Есть очень много политических решений, общественных реакций. Есть проблема страха определенной части населения, может быть, где-то каких-то преднамеренных даже запугиваний. Есть проблема, наоборот, как у нас их называют, ковид-диссидентов, отрицания проблемы. В некоторых странах есть даже религиозные проблемы, связанные с вот этой эпидемией, с возможностью изоляции, с подходом. И, конечно, есть еще и интересы бизнеса. Как вы понимаете, стоимость тех, кто производит маски или какие-то средства индивидуальной защиты, очень сильно разбогатели во время этой эпидемии, а кто-то, наоборот, потерпел фиаско, потерял свой бизнес вследствие проводимых противоэпидемических мероприятий. И все это будет очень долго еще сказываться на нашей с вами жизни, и будет нам очень непросто. Мы много занимаемся организационными проблемами в центре Алмазова, потому что наш директор, академик Шлихто, является председателем рабочей группы при губернаторе Петербурга по, собственно, коронавирусной инфекции и медицинским вопросам. И вот мы разработали такие четыре этапа. Сначала это продолжалось где-то примерно год назад, потому что ровно год назад, лично я еще находилась в Париже на конференции, и все было прекрасно. И какая-то там вирусная инфекция была в Китае, и мы думали, что, как всегда, это Китаем и закончится. Хотя в Петербурге уже были тогда случаи вирусной пневмонии, никто ничего не понимал, что происходит, было много малосимптомных форм, и медленно нарастало распространение инфекции. Весной прошлого года мы оказались в стадии войны без оружия, так называемой, потому что количество случаев катастрофически нарастало, было очень много поступлений больных во всех странах мира, и некоторая неготовность системы к тому, чтобы их принять. Реакция на нарастающие случаи во многих странах отставала, был дефицит и средств индивидуальной защиты, и собственного персонала, и знаний у этого персонала. Не было системной диагностики. Первые месяцы мы отправляли наши ПЦР-анализы в другие города, но потом потихонечку все это наладилось, вот, и началось все это упорядочиться. Была настроена маршрутизация больных, наросло тестирование. Сегодня в Петербурге мы тестируем 70 тысяч человек каждый день, выстроились алгоритмы, в частности, только Россия написала 10 версий рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. В Петербурге мы написали 4 версии, собственно, локальных алгоритмов. Выстроилась система защиты персонала, но, если честно, у нас просто все переболели, вот, поэтому как-то уже стали спокойнее относиться, да, образовалась некоторая новая реальность работы, вот, и сегодня мы подошли к хорошей, как бы, да, ситуации, в общем-то, когда это управляемая инфекция, потому что появились доказательные данные, понятно, чем лечить и как, внедрились инновации, появились вакцины, и вакцинация идет по всему миру достаточно активно, и со временем появится, конечно, специфическая терапия, и так или иначе человечество из этой проблемы выйдет. Но последствия пандемии, они, к сожалению, исчерпываются не только вот этими бесконечными волнами, первая, вторая, там, да, третья и так далее. Во время первой волны мы видим немедленные эффекты, да, непосредственно смертность от коронавирусной инфекции. Во время второй войны, такой волны мы видим ограничение ресурсов при оказании экстренной помощи больным с нековидными состояниями. Вот, мы имеем проблему снижения доступности плановой помощи и лечения хронических заболеваний. На два с половиной месяца в Петербурге была вообще закрыта плановая медицинская помощь. Вот, невозможно было обратиться к врачу, кроме как по телемедицине, с каким-то хроническим заболеванием. Вот, и, конечно, очень пострадали больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и старались делать все, чтобы не прекратить их лечение. И дальше эксперты предрекают нам, что четвертой волной, которая будет уносить жизнь и здоровье людей, будет отсроченная реакция со стороны психотравмы на изоляцию, на вот этот стресс, со стороны влияния на экономику стран, развитие социальных последствий. У нас, например, в России падает рождаемость, что очень беспокоит, да, я не знаю, как в Азербайджане, потому что сейчас люди боятся заводить детей в силу того, что с коронавирусной инфекцией это специальные родильные дома, очень строгие ограничения, нет возможности наблюдаться, обследоваться и очень много чего. Вот, хотя в нашем центре также экстракорпоральное оплодотворение уже давно работает. Вот, и, кроме того, конечно, очень пострадали медицинские работники, происходит профессиональное выгорание, вот, люди очень устают работать в таких тяжелых условиях, а нам всем придется в них выживать. Что касается особенностей оказания помощи, то я назвала ее, так сказать, несколько забавно. Если мы наблюдаем за последние годы эволюцию развития медицины как таковой, то она развелась от подфизиологической медицины потом к доказательной, затем к так называемой ценностной или value-based медицины. И сегодня она вдруг редко спустилась в то, как называют ее за рубежом, так называемая opinion-based медицина или медицина мнения. И почти год мы занимались вот такой вот медициной, когда кто-то где-то прочитал, кто-то где-то сказал, мы спросили, позвонили в Москву, у которых больше опыта, спросили, что нам делать и так далее, потому что доказательств у нас было очень мало. И вот в этом некотором хаусе приходилось работать, и определенные уроки мы получили. Ну теперь, что касается, собственно, болезни системы кровообращения. Здесь тоже аспектов достаточно много. Значит, есть проблема в том, что сердечно-сосудистая система поражается вирусом и поражается чаще, чем мы думаем. Он может вызвать миокардит, сердечную недостаточность и нарушение ритма. Вот. Диагностика этого миокардита очень сложна. Мало кому придет в голову отправлять больного с текущей коронавирусной инфекцией на биопсию миокарда. Алгоритмы лечения, по сути, отсутствуют на сегодняшний день. Мы все понимаем, что могут быть отталенные последствия, но мы их еще с вами не видели. Вот в частности, в России мы организовали регистр больных с сердечной недостаточностью коронавирусной инфекцией, в который мы вносим все данные. И если кому-то интересно, мы приглашаем из зарубежных партнеров к такого рода работе на сайте Российского кардиологического общества, чтобы эти данные объединить и как-то вместе потом принимать решение, что же нам делать в отдаленном периоде. Ну, все знают о том, что коронавирусная инфекция – это риск тромбозов. К сожалению, больные умирают от тромбоэборических осложнений, от периферических тромбозов, и часто получают острый коронарный синдром и инсульты, ассоциированные с коронавирусной инфекцией. Первое время этого не понимали до конца. Считалось, что это совпадение. На самом деле это провоцирующий фактор, очень значимый, и многих пациентов, особенно без антикоагулятной терапии, уносят именно эмболические осложнения. Далее возникают ситуации, что для лечения во многих странах применяются противовирусные препараты. В частности, в России одно время использовали препарат калетра, лапинавир, потом перестали, он ушел из рекомендаций. Гидроксихлорохин использовал, сафари, пиравир. Все противовирусные препараты кардиотоксичны. Они удлиняют интервал КУТЭК, кто-то больше, кто-то меньше, могут провоцировать развитие нарушений ритма. Ну и четвертая, самая важная проблема, о которой мы больше будем говорить, это снижение доступности к помощи и снижение обращаемости граждан. Это приводит к тому, что люди сидят дома и терпят до последнего, потому что они боятся, что их увезут в стационар, и там они заразятся ковидом. Вот, нарушаются схемы диспансерного наблюдения больных, возникают перерывы в лекарственной терапии, ну просто в силу того, что пожилые люди даже в аптеку боятся ходить. Ну и снижается емкость коечного фунта, возникает дефицит кадров, все работают инфекционистами, никто не работает терапевтами, кардиологами, возникают сложности. Ну какие заболевания часто связаны с коронавирусной инфекцией? Более-менее мы все их уже с вами разобрали. Это четыре крупных блока, это декомпенсация собственно сердечной недостаточности, вот, это повреждение миокарда как таковое, именно миоперикардит, это возможность развития сепсиса шока, кардиогенного шока в том числе, вот, и это бывает при так называемом цитокиновом шторме, и, конечно, это нарушение мозгового кровообращения. Если же говорить о факторах риска, то я показываю вам очень известную картинку, она была опубликована во всех практически журналах, это первое исследование Китая, которое показало, что 10% больных риска связано именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что наши с вами пациенты находятся к высокой группе риска. На втором месте идет сахарный диабет, и рак, как ни странно, только 5,6%. Вот, хотя онкологические больные имеют очень высокий риск смерти, болея коронавирусной инфекцией. Ну, вот, недавно опубликованные данные, очень короткие, здесь средняя продолжительность течения заболеваний у больных с нормальной и сниженной фракцией выброса левожелудочкой. Вы можете видеть, что больные с фракцией выброса менее 40, болеют в 2 раза дольше. И они могут болеть и 20 дней, в отличие от людей с сохранной фракцией выброса, где длительность заболевания обычно исчерпывается, если это легкий случай, 8 дней. Сегодня показано, что уровень сердечных биомаркеров, в частности тропонина и NT-ПРО-БМП-пептида, тесно связан с прогнозом для жизни у пациентов. И сегодня мы в нашем центре определяем высокочувствительный тропонин и NT-ПРО-БМП всем пациентам в госпитализированном, потому что это говорит о риске поражения сердечно-сосудистой системы и о прогнозе этих пациентов. Что касается развития сердечно-сосудистых осложнений, для них тоже есть определенные факторы риска. И к ним относятся в том числе возраст старше 75 лет, уровень Д-Демера, ну а также уровень лактатогидрогеназа, собственно, шкала угнетения сознания, лимфопения. Вот эти показатели говорят с одной стороны о тяжести инфекции, а с другой стороны о прогнозе. Те из вас, кто следит за этой историей, наверное, видели, было интересно, китайское исследование, у них на сайте висит такая шкала, где вы можете завести уровень лимфоцитов вашего пациента, его возраст, его уровень лактатогидрогеназа и получить риск смерти. Вот как-то на основании таких достаточно простых и наличия факторов риска, именно гипертонии, там, да, сахарного диабета и прочее. Ну, наверное, нет такого человека, тем более такого врача, который не слышал бы про ангетезиноперращающий фермент и коронавирусную инфекцию. Я не стала сегодня приводить очень сложные картинки взаимодействия, допустим, вируса с различного рода белками, в том числе ангетезиноперращающим ферментом второго типа, но мы точно сегодня знаем, что он именно связывается с этим белком, вызывает его повышенную экспрессию, и именно эта ситуация приводит к повреждению эпителия альвеол. И сегодня говорят о том, что именно мужчины и лица определенной расы тяжелее болеют коронавирусной инфекцией, лица негроидной расы, в частности, тоже, потому что у них высшая экспрессия этого фермента. В связи с этим была такая определенная, скажем, навтороженность, а как же ингибитор РПФ проявит себя на фоне коронавирусной инфекции? Я не знаю, захватило ли это Баку, но это захватило мой город Санкт-Петербург, и у нас были больные, которые даже отказывались от приема подобных препаратов, боясь, что у них будет высокая экспрессия второго типа фермента. На самом деле это совсем не так. Вот достаточно быстро эксперты всех классов опубликовали много-много заявлений, здесь и Европейское кардиологическое общество, и Американская коллегия кардиологов, и Общество по гипертонии Канады, международное общество и так далее, и соответственно наш российский документ, который определял позицию в отношении лечения ингибитором РПФ и блокаторов сфертеров генгинзин-У2, и все они склоняются на том, что ничего абсолютно страшного нет, а скорее даже есть позитивный эффект. Но было четко записано, что нет никаких экспериментальных и клинических данных, которые бы свидетельствовали о влиянии этой терапии на исходы пациента с коронавирусной инфекцией, и не следует ни добавлять, ни отменять терапию за исключением действий, которые основаны на стандартной клинической практике. И если пациенты получают такую терапию, то эту терапию следует продолжить. Недавно было опубликовано такое интересное исследование, вот, извините, что по-английски, но зато точно всем понятно, да, и которая говорила о том, что больные, получавшие ингибиторы ПФ и блокады рецепторов к ингибитору ЗИНУ-2 и статины, да, в данном случае только ингибиторы ПФ и статины обладают более хорошим прогнозом. Ну, если эти все исследования завести в метаанализ в августе 2020 года, который был опубликован, то в целом было показано, что большинство кардиологических препаратов никак не сказывается на риске, а прием статинов даже снижает шансы иметь тяжелое сечение коронавирусной инфекции. Вот, и я специально внесла сюда еще омепрозол, потому что тоже были публикации, говорящие о том, что терапия омепрозола может увеличивать поступление вируса внутрь клетки, в том числе в желудочно-кишечном тракте, но эти данные не подтверждены клинически на сегодняшний день, и противопоказаний к назначению блокадов водородной помпы тоже нет. Я вам показываю российскую схему антикоагулянтной терапии, в принципе, она практически полностью соответствует европейским и американским схемам, и мы хорошо знаем, что основу антикоагулянтной терапии и вообще риск тромбозов составляют именно низкомолекулярные гепарины, которые, помимо того, что они обладают антикоагулянтными свойствами, еще обладают специфическими свойствами, в частности, по ингибированию активности вируса, связыванию его, поэтому они имеют преимущество в сравнении с пиральными антикоагулянтами, которые тоже могут использоваться. Чтобы закончить этот блок, хочу сказать в целом очень просто по сердечно-сосудистой терапии при коронавирусной инфекции. Ингибиторы, АПФ и блокаду ангиотезиновой системы мы не отменяем. Бета-блокаторы должен быть контроль числа сердечных сокращений и возможности бронхоабструкции. Здесь, скорее, больше позиция пульмонологов имеет значение. Статины необходимо продолжить терапию в прежних дозах и даже назначить их при наличии показаний на фоне инфекции. Аммиадарон не следует сочетать с гидроксихлорохином и другими препаратами, удлиняющими КУТЭ. Если пациент получает препараты третьей группы антиаритмиков, то им такая терапия противовирусная не должна проводиться. Если пациент получает пероральные антикоагулянты, то необходимо либо продолжить терапию, либо индивидуально принять решение о назначении низкомолекулярного гепарина. К сожалению, выздоровлением и выписыванием из стационара ситуация не исчерпывается и у очень многих больных развивается так называемый постковидный синдром. Здесь перечень симптомов с их частотой, которые приводят европейские центры. У многих больных слабость и одышка, сохраняются и боли в суставах, и аноносмии, и заложенность носа, и покраснение глаз, и головная боль, и боли в грудной клетки, в том числе могут сохраняться отеки и проявления сердечной недостаточности. Сегодня считается, что ренин-анкиотензиновая система претерпевает изменения и после коронавирусной инфекции. В частности, вот этот АПФ2 угнетается как раз и ниже уровня анкиотензина 1,7. Увеличивается уровень анкиотензина 2 и для таких больных в постковидном синдромах характерна вазоконстрикция, тромбозы и системная воспалительная реакция, длительное персистирование слегка повышенного и многое другое. Поэтому этих пациентов с точки зрения сердечно-сосудистой патологии надо вести очень внимательно, при необходимости продолжить антикоагулянтную терапию и обязательно ингибировать ренин-анкиотензиновую систему, особенно в больных с гипертензией, сердечной недостаточностью и многими другими. Итак, какие задачи кардиолога и терапевта вообще у пациента, который амбулаторно болеет? Таких больных все-таки большинство. Помните о том, что сердечно-сосудистые заболевания это факторы риска тяжелого течения, поэтому такой больной должен иметь более тщательный мониторинг. Сегодня у нас в Петербурге прописан двукратный контакт с пациентом в течение суток, активный, если он болеет у нас дома, но не всегда все это организационно получается, конечно, к больным с сердечно-сосудистой патологией надо подходить индивидуально. Мы должны быть уверены в том, что терапия сердечно-сосновного заболевания у пациентов продолжена. Особое внимание уделить статинам, ингибиторам, МПФ, диуретикам. Возможно, коррекция дозы и в то же время должны проводить профилактику обезвоживания. Не забывать, что больные на фоне высокой лихорадки и поражения нервной системы очень часто у нас не пьют. Или не едят, не пьют. И вот здесь к терапии диуретиками надо соотносить с тем, какой режим жидкостный есть у пациента. На фоне противовирусной и противовоспособительной терапии нужно тоже контролировать сердечно-сосудистые факторы риска. И помнить, что стероиды повышают уровень артериального давления и, соответственно, сахара в крови. Ингибиторы янускина, которые активно используют в лечении ковида, это тофсотенип, барицотенип и многое другое, повышают концентрацию общего холестерина и холестерина репопротеидов низкой сплотности. Антицитокиновая терапия любая может способствовать повышению уровня артериального давления и даже развитию криза. Конечно, это кажется сейчас, что может быть не очень важно, но во срочном периоде это может повлиять на ситуацию. Если мы вспомним, какие барьеры собственно стоят в лечении больного с артериальной гипертензией, любого, то они всегда есть и на постановке диагноза, и на старте терапии, и на достижении цели. Зависит они с одной стороны от нас с вами, от врача, от его активного отношения, от активного желания достичь целевого уровня артериального давления. Если этого нет, мы называем это врачебной энергостью. Зависит очень сильно это и от самого пациента, от его особенностей, от его доверия, от его желания и от того, что мы называем приверженностью. Это, так сказать, важные факторы риска достижения успеха. Мы обязательно должны заниматься контролем приверженности к лечению у пациентов. Мне и ваши коллеги рассказали, что в Баку все замечательно с приверженностью, что все пациенты привержены к терапии. Позволите мне вам не поверить, да, замечательно с этим не бывает нигде, но может быть у вас чуть лучше, чем, допустим, у российских пациентов. Как мы можем улучшить приверженность? Это использовать фиксированные комбинации, что мы успешно с вами делаем, вести образовательную работу с пациентами и предотвращать отказ от терапии. Если пациент не ест и не пьет, то он, как правило, лекарства еще не принимает. Это может приводить к неприятным последствиям, когда со стороны с этой триджесосудистой системы. Но, тем не менее, мы должны тщательно проводить мониторинг целевых уровней артериального давления, используя для этого активно телемедицинские приемы. И очень важно проводить превентивное образование с пациентами на плановых визитах, как им поступать на случай инфекции, что им конкретно делать, с какой таблеткой и так далее. Во время инфекции существуют дополнительные факторы риска нарушения приверженности. То, что мы с вами уже обсудили, аппетита нет, образ жизни изменен. Больной все время лежит, у него лихорадка, у него периодически профузные поты, у него могут быть спонтанные колебания артериального давления, и обычно лекарства они бросают принимать. Затем возникает некоторая фиксация внимания на инфекции. И люди, особенно первое время, они настолько боятся коронавирусной инфекции, что обо всем остальном они просто забывают. И им нужно объяснить о том, что им не нужно сейчас защищать свою печень и так далее. А им нужно помнить о том, что можно умереть не от пневмонии, а, например, от инсульта, от каких-то других осложнений. Но вот у нас, к сожалению, в России недостаточно образовательной деятельности проводится в этом плане, и все говорят только о том, что нужно носить маски и иметь руки, и в случае чего звонить врачу, но мало образовывают собственно пациентам, как им себя вести. Больные часто используют большие дозы нестероидных противопоспалительных средств. У них возникает задержка жидкости. Любой врач знает, что если у больного компрометирована функция почек, то на больших дозах ибупрофена больной моментально выдаст значимые отеки и, соответственно, подъем артериального давления. Но не говоря уже о том, что на фоне гипоксии и на фоне коронавирусной инфекции очень сильно страдает нервная система, развивается когнитивная дисфункция, зачастую даже нарушение сознания. Что же нам сделать? Нам нужно уменьшить число препаратов до минимально необходимых, отменить все лишние вспомогательные средства, которые пациент принимает там, чтобы улучшить что-нибудь в своей жизни. Таких лекарств очень много, пиологически активных добавок и прочее. Конечно, использовать фиксированные комбинации, учитывать лекарственные взаимодействия. Предпочтениями всегда удаем, конечно, жизнеспасающей терапии. Проводить ежедневный контакт с пациентом, контролировать, что происходит и научить его самому проверять частоту сердечных сокращений, уровень артериального давления, частоту дыхательных движений. В целом, конечно, когда мы рассматриваем больного с артериальной гипертензией, неважно, болен он коронавирусной инфекцией или был болен, наша основная идея сегодня это не лечение симптомов и даже не улучшение качества жизни, а профилактика осложнений, жестких конечных точек, для того, чтобы мы могли затормозить прогрессирование сердечно-сосудистого континуума. Мне также сказали, что в Баку все успешно назначают именно комбинированные препараты на старте лечения, с чем я вас очень поздравляю. В Российской Федерации сегодня зарегистрировано как минимум 27 препаратов, которые имеют в своем составе комбинированной терапии и каждый год их регистрируется все больше и больше. Как писал Антон Павлович Чехов, если против какой-нибудь болезни предлагается очень много ли средств, то это значит, что она неизлечима. И действительно, артериальная гипертензия с точки зрения стратегии совершенно неизлечима. И нам приходится назначать пожизненную терапию и заниматься ее персонификацией на сегодняшний день, потому что нас интересует один больной среди миллиона больных с артериальной гипертензией. Даже если мы говорим о высоком риске, очень часто мы слышим такие лекции лечения больного высокого риска. Но что на самом деле мы под этим подразумеваем? Это и молодой больной с резистентной гипертонией, у него будет высокий риск. Это пожилой больной с практически невысоким давлением, но с множественными коморбидными состояниями, и он тоже высокого риска. Это любой больной с сахарным диабетом или больной, перенесший инсультом, допустим, на фоне коронавирусной инфекции, это больной очень высокого сердечно-сосудистого риска, требующий тщательного мониторинга. Для больных высокого риска всегда проводится сложная комбинированная терапия. Для них очень важно иметь командный подход лечения, особенно важна приверженность, и у них более выраженное поражение органов мишени, вы должны думать о препаратах, которые обладают органопротективными свойствами, и все рекомендации мировые стремятся к более низкому целевому давлению. Итак, чтобы немножко отдохнуть от теории, перед вами выбор. Такая таблетка или другая. Ну, хорошо, если они еще отличаются по свету, и можно выбрать, какая нравится. А если все лекарства одинаковы, когда на сегодняшний день, и какой же выбор нам с вами сделать? Вот, да, как нам найти ключ к той проблеме, которая существует, вот, и разобраться в этом перекрестке дорог. Если мы соглашаемся с тем, что каждая группа препаратов имеет свои за и против, то смысл давно уже смещается, как бы, да, от поиска идеального препарата, который есть для всех больных, к определению преимущественных показаний и для класса, и для конкретной лекарственной формы. Сегодня, конечно, никакой из лекарственных препаратов не может считаться лучшим для всех пациентов, но при этом для каждой подгруппы пациентов есть препараты выбора, и этот выбор волей-неволей мы обязательно делаем, когда назначаем терапию. На что мы смотрим? Мы смотрим, ну, наверное, на возраст и на полчеловека. Но на расу нам с вами не очень нужно смотреть, у нас не так много живет людей как бы другой расы, но, тем не менее, есть, наверное, какие-то национальные особенности. Вот, мысленно врач в своей голове прокручивает все эти варианты. Чем еще болеет больной? Да, какие у него клинические данные? Переносил инфаркт, инсульты и так далее? Что у него с почками? Вот, как он себя ведет? Вот, какой у него возраст? Толстый или худой? И так далее. Есть ли диабет? Есть ли фибрилляция предсердий? Все эти факторы имеют значение. Конечно, доктору на самом деле очень тяжело составить модель пациентов и сделать конкретный выбор из того многообразия, которое существует. Ну, в частности, мы в центре Алмазова много занимаемся так называемыми системами поддержки принятия решений, когда пытаемся компьютерам подсказать, что вот если у вашего пациента сочетание, допустим, гипертонии с ожирением, то ему больше подойдет такой препарат или другой. Ну, мы с вами должны все это помнить, но на практике это получается не всегда. Мы точно знаем, что если нам нужен целевой уровень артериального давления, нам нужна комбинированная терапия, мы с нее начинаем. Но должны помнить, что препараты отличаются друг друга не только механизмами действия, но и длительностью эффекта. И, конечно, один из основных постулатов современности это использовать длительно действующие препараты, потому что они не вызывают такого синдрома качелей и, соответственно, на раскачивание цифр артериального давления позволяют нам иметь длительный эффект 24, а лучше больше часов, иметь длительный период выведения. Это краеугольный камень современной терапии, потому что это постоянный контроль, долговременная эффективность и удобство для пациентов. Больше одного раза мы хорошо знаем, люди принимать лекарства не будут. Вы можете задать мне встречный вопрос, но иногда же бывает, что что-то можно назначить утром, а что-то другое вечером. И так вот получится лучше, и я у своего пациента, допустим, так делаю. В принципе, ни одни рекомендации вам это не запрещают, но весь мир говорит, что с точки зрения организационной и обеспечения приверженности лучше назначать терапию большинства пациентов один раз в сутки, как правило, в утренние часы, для того, чтобы избежать пропусков дозы и каких-то, да, и идеально, если это будет в одном лекарственной форме, в одной таблетке. Об этом мы чуть поговорим еще, когда будем говорить о тройной терапии. И у нас возникает наши триады идеального контроля артериального давления, когда мы контролируем 24-часовой уровень давления, мы стремимся к снижению варианности артериального давления, что обеспечивается, например, хорошо длительно действующими метагонистами кальция, такими, как амладипин, и мы регулируем циркадный ритм артериального давления, сохраняем его и стараемся иметь значное снижение уровня артериального давления, которое должно быть у здорового человека. Конечно, мы знаем, что удержание на терапии лучше на фиксированных комбинациях, причем лучше даже не в 2, а в 3 раза как минимум, это тоже очень важный момент. Когда мы комбинируем препараты с вами, но в фиксированных комбинациях это продумали за нас и уже скомбинировали, те препараты, чьи механизмы действия взаимно полняют друг друга и имеют так называемый аддитивный антигипертезивный эффект. Что значит аддитивный? Что совместное снижение давления больше, чем каждого по отдельности компонента. И мы это очень хорошо видим с вами потом над реплексами, когда посмотрим эти данные. Ну и, конечно, это дает нам возможности простоты назначения, меньше цены и лучше приверженности к пациентам, что в конечном итоге дает нам удовлетворенность пациента. А мы все с вами пропагандируем так называемую пациент-ориентированную медицину, в которой приемлемость лечения для пациента является самой важной составляющей. И мы помним с вами слова Сервантеса, который еще давным-давно сказал, что никакое лекарство не поможет больному, если он его не принимает. Ну и что касается стоимости терапии, то мы должны понимать, что каждая смена терапии – это увеличение ее стоимости примерно на 20%, а пациенты в наших с вами странах не очень богаты. Если говорить об исторической эволюции фиксированных комбинированных препаратов, то все это было придумано достаточно давно, еще в Советском Союзе были препараты комбинированные, но в 21 веке появятся, наверное, особые какие-то эволюционные моменты, тройные рациональные комбинации с модифицированными дозировками, классические полипилы – это то, что сейчас активно развивается. Давайте вспомним согласно рекомендациям, что же мы с вами назначаем. На стартовой терапии для большинства больных мы должны сделать выбор комбинаций – либо ингибитор ПФ с антагонистом кальция, либо с диуретиком. Эту картинку все врачи хорошо знают и хорошо ее выучили. Монотерапию мы назначаем достаточно редко, только у особой группы пациентов. Если же нам два этих препарата не помогают, то тогда мы комбинируем все три между собой и получаем второй шаг – тройной комбинированной терапии. И все остальное назначается потом. Если больной страдает ишемической болезнью сердца, то тут появляется бета-адреноблокатор, но антагонист кальция тоже остается. В этой ситуации как возможное сочетание с ингибитором ПФ. Если у больного есть патология почек, то наша стратегия все равно практически такая же, только при очень низкой скорости клубочковой фильтрации появляются петлевые диуретики. Но это опять же, если скорость фильтрации ниже 30. А так наша тактика практически одна и та же. Мы решили в свое время задать нашим российским кардиологам такой интересный вопрос. А вы-то как считаете, какая комбинация чаще и лучше должна использоваться? Ингибитор ПФ с диуретиком или ингибитор ПФ с антагонистом кальция? Вы видите, что ответы распределились примерно пополам, но чуть чаще назначают ингибитор ПФ с диуретиком. Поэтому, может быть, мы с этой комбинацией более-менее начнем. Вообще, в принципе, известно, что комбинация двух препаратов, в зависимости от того, есть в этой комбинации диуретик или нет, она действует по-разному. И если диуретик добавлен в терапию, то это более эффективно. Мы знаем и хорошо любим сегодня препарат Нелепрел, который сегодня работает как Нелепрел А-Би-Форта, когда с особенностями воздействия на уровень артериального давления, особенностями дозировок. И мы понимаем, что на сегодняшний день эффективность суточного контроля артериального давления в таком сочетании очень хороша. Я думаю, что у меня нет необходимости рассказывать вам о том, что такое перендоприл. Это очень хорошо известная молекула, давно зарекомендовавшая себя в многих исследованиях. Больше интересно поговорить о том, что же, собственно, есть в комбинации. И несколько слов о эндопамиде, потому что эндопамид в составе фиксированной комбинации, в общем, сопоставим со многими другими активными препаратами. Он очень эффективен на болельных с изолированием систолической гипертензии, имеет собственные данные по органному протекции, снижению риска инсульта и, конечно, метаболический нейтрален в сравнении с гидрохлортиозидом. Он более эффективен в плане снижения артериального давления, именно поэтому эндопамид был выбран в качестве компонента препарата и превосходит другие препараты из группы диуретиков и не только, но в плане снижения уровня артериального давления. Что же мы знаем сегодня о прогнозе? Тоже знаем достаточно хорошо. Каждый врач знает исследование ДВАНС, в котором использовалось именно сочетание перендоприл-эндопамида у больных с сахарным диабетом. Это очень крупное исследование, в нем было больше 11 тысяч пациентов и было открыто 215 центров из 20 стран мира, в том числе и в нашем учреждении был центр, и мы активно работали. Ну и, соответственно, больные получали либо эту комбинацию, либо плацебо, и исследование ДВАНС показало возможность очень многокранной нефропротекции у таких пациентов и снижения новых случаев микроальбуминурии и прогрессирования альбуминурии. И очень важные моменты со стороны нефропротекции, ну и также, конечно, снижение со стороны и сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому на сегодняшний день мы можем говорить, что такая комплексная органопротекция обеспечивается при помощи этой одной таблетки, которая содержит два активных компонента. Это 43% снижение риска инсульта, это 42% риск инфаркта миокарда и на 21% риск почечных осложнений. Конечно, очень знакомая всем вам молекула, которую все вы хорошо знаете и применяется не только у больных с диабетом, но и у больных с наличием сочетаниям артериальной гипертензии и ожирения. И по моему личному опыту, так сказать, опыту нашей кафедры факультетской терапии, один из самых оптимальных показаний к назначению на первой линии именно такой терапии являются женщины постменопузального возраста, имеющие избыточную массу тела, где эти эффекты тоже очень хорошо доказаны и имеют свои преимущества. Ну, в данной ситуации, чтобы просто немножко вас отвлечь, и не было так скучно, мы говорим с вами о комбинированной терапии, как возможности убить двух зайцев одновременно. И немножко поговорим о возможности в комбинации ингибитора ПФ с антагонистами кальция. Эта комбинация назначается почти так же часто, чуть реже, чем в сочетании с диуретиками. Она обеспечивает очень значимую органопротекцию, торможение от атеросклероза, системный противовоспалительный эффект. Мы хорошо понимаем, что это нейтральный эффект на уровень липидов, глюкозы, мочевой кислоты, отсутствие риска подагры. Реже обеспечивается кашель в сравнении с монотерапией ингибиторами ПФ и меньше периферических отеков в сравнении с монотерапией антагонистами кальция. И вот один из самых интересных препаратов в этом сочетании – это препарат Престанс, который выпускается в разных дозировках. Вы тоже хорошо его знаете. Он позволяет вам дозировать дозу и перендоприла, и амладипина, потому что не всем больным годится доза 10 мг, амладипина может не очень хорошо переноситься. Но, тем не менее, многие пациенты требуют повышения дозы, особенно у которых значимое повышение артериального давления. Этот препарат дает гарантию быстрого снижения уровня артериального давления. Он очень хорош для старта антигипертензивной терапии. У пациентов с проявлениями в том числе субклинического атеросклероза, и в том числе у молодых мужчин может использоваться за счет отсутствия каких-либо неприятных побочных эффектов и крайне хорошей переносимости и органопротекции на будущее. И для этой комбинации тоже есть хорошие данные в соотношении снижения риска инсульта, коронарных осложнений и почечных осложнений, и в целом по снижению кардиовоскулярной смертности. Это исследование ОСКОТ, тоже очень хорошо известно, где эта комбинация впервые продемонстрировала, что она лучше, чем старая комбинация, основанная на оттенололе и, собственно, диуретике. Ну и исследование Европа, в которой в основном было основано на перендоприле, но там была ветвь комбинации с амлодипином, и показано снижение риска инфаркта миокарда. А что же делать, если нам двух препаратов недостаточно? Существует некоторое золотое правило, 10 для систолического давления. На каждые 10 мм ртутного столба необходим один препарат. Ну и, соответственно, нам приходится присоединять больнейшую терапию. Есть ли в нашем арсенале тройные комбинации? Да, они есть, и я думаю, что они будут развиваться. Мы поговорим только коротко об одной из них. И нам очень требуются тройные комбинации, которые содержали бы, например, в себе бета-адреноблокатор, особенно для больных с ишемической болезнью сердца, они тоже появятся. В примерно 20% случаев гипертонии двух лекарственных препаратов не хватает. Вы мне можете возразить, что на самом деле больше. Но если мы возьмем всех больных с гипертонией, даже тех, кто к нам не ходит, то это все-таки где-то 15-20%, кто требует тройной терапии. И при необходимости трех лекарственных препаратов, естественно, мы используем три препарата. Это антагонист кальция, это диуретик и это ингибитор АПФ, либо блокады рецепторов конгютензина-2. В среднем очень многим больным вот этой правой части необходимо больше трех препаратов даже для снижения. И тройная комбинация всегда имеет более выраженный эффект. Соответственно, это тоже показано, эффект этот нарастает. Но нам необходимо немножко преодолеть свою врачебную инерцию и обязательно назначать дополнительную терапию и достигать целевого уровня артериального давления тогда, когда это необходимо. Здесь я хочу обратить ваше внимание на препарате Триплексам, который является логичным продолжением всего того, что выпускает эта компания и объединяет в своем составе непосредственно в одной таблетке и ингибитор ангиозеноприличающего фермента, и диуретик, антопамид, и дагонист кальция, амладипинка. И, соответственно, приверженность на такой терапии всегда будет лучше, чем на сочетании, а эффективность тоже будет замечательной. И что вот хотелось бы обратить внимание на этом слайде в отношении эффективности Триплексама, что не нужно бояться, что вы перелечите больных, потому что чем выше степень артериальной гипертензии, тем более выражено снижение артериального давления, и мы можем при помощи этого препарата перевести больного в целевые уровни. И я всегда рассказываю историю, которую мне рассказали в городе Екатеринбурге об одном простом человеке, который вроде бы принимал, он был родственником врача, и вроде бы принимал по отдельности все препараты. То есть и ингибитор РПФ, и индопамид он принимал, и амладипин. И в него никак не могли достичь целевого уровня артериального давления. И доктор просто сказал, что может быть ты будешь принимать все это в одной таблетке, и попробуем хотя бы разобраться с этим вопросом. И этот пациент чуть одественным образом излечился. Это говорит нам лишь о том, что когда пациенты сообщают о том, что они принимают все препараты и имеют хорошую приверженность, никогда не стоит им доверять. И даже малейшее совершенно действие, да, объединение в одну лекарственную форму трех препаратов, которые больной уже принимает, может привести к очень хорошим последствиям, несмотря на то, что формально, казалось бы, ничего не изменилось. Ну и в заключение мне хотелось сказать, что да, в современном мире, в том числе в эпоху коронавирусной инфекции, ключевой компонент терапии – это конфиксированные комбинации. Это основная стратегия. Выбор должен основываться на разных факторах. Это характеристики больных, на свойствах самих препаратов и, конечно, данных доказательной медицины. Всегда делайте выбор в сторону препаратов с хорошей доказательной базой. Ну а что касается тройной комбинации, то для большинства больных, если нет непереносимости, то именно такая комбинация является оптимальна. В будущем, конечно, да, мы разработаем технологию полипил и будем пытаться создать персональный препарат для каждого портрета пациента. Я даже думаю, что можно будет индивидуально заказывать фиксированную комбинацию для каждого человека в зависимости от того, какое лечение ему подобрано. Но пока что мы стоим все равно в ситуации коронавирусной инфекции. Должны помнить о возможности декомпенсации сердечно-сосудистых заболеваний у инфицированных пациентов, информировать их об этом риске и мотивировать строго соблюдать рекомендации, обеспечивать консультацию кардиолога и заниматься междисциплинарным командным подходом. В заключение хочу вам дать ссылку на сайт нашего центра и телефон горячей линии. На этом сайте расположены все документы на русском и английском языке, которые касаются коронавирусной инфекции и сердечно-сосудистых заболеваний. Для того, чтобы можно было с ними познакомиться и почитать что-то интересное. Большое спасибо вам за внимание. У нас есть время на вопросы. Спасибо большое за такую интересную лекцию. Практически все моменты охватили. Уважаемые коллеги, вы можете задавать вопросы как в чате. Также можете включить микрофон и камеру и напрямую задать вопросы. Я рекомендую вам воспользоваться ситуацией специалист высокого ранга сейчас перед вами. И воспользуясь этой ситуацией, задайте вопросы. Пока вопросов в чате нету, если вы позволите, я задам несколько вопросов, которые врачи нам отправили. Значит, вы там затронули ваши лекции, момент, касающийся МВПС. Вообще, можно ли назначать МВПС при COVID-19? Ваше мнение, пожалуйста. Значит, назначать нестероидные противовоспалительные препараты можно. Значит, в первое время была такая тенденция, появились некоторые публикации, которые говорят о том, что группа ибупрофена может утяжелять течение. Рекомендовали назначение только парацетамола, но эти данные не подтвердились. По персональному опыту, очень многим больным парацетамол не помогает. Лихорадки, связанные с коронавирусной инфекцией, они лучше отвечают на другие группы противовоспалительных препаратов. Поэтому это в любом случае очень активное воспаление. Его нужно снижать любыми способами. Конечно, стероиды помогают быстрее и эффективнее, но НПВС не противопоказано никаких данных о том, что они утяжеляют. На сегодняшний день доказательных нет. Спасибо большое. Если кто-то хочет... Добрый вечер. Можно? Да, конечно, кто-то руку поднимает. Да. Значит, Ильха Махалилова, я кардиолог, работаю в офтальмологическом центре. Очень приятно было вас послушать, спасибо большое. У меня такой вопрос. Препарат вы назвали препарат омепрозол, что у вас используется при лечении у гипертоников. По нашим протоколам все препараты ингибиторопротонной помпы можно использовать, кроме омепрозола. У вас таких данных нет? Да. Вы имеете в виду при коронавирусной инфекции? Вообще у гипертоников. Нам не разрешается. По нашим протоколам не даны. Вы знаете, у нас нет таких данных, как бы, да, о каком-либо сочетании с блокадрами ватородной помпы. Омепрозол чисто практически самый дешевый препарат, который есть, и да, это широко назначаемая терапия. Вот, и я не могу пока найти для себя причины, да, по которой ее можно запретить. Единственная проблема этих препаратов длительного приема – это остеопоросы, как бы там, ну, развивающиеся ситуации. Но, да, что касается лекарственных взаимодействий, это не настолько существенно, чтобы ограничивать прием. Да, ну, я почему спрашиваю, потому что у нас именно в протоколах министерства нам у наших так указано, что все ингибиторы протонной помпы, кроме омепрозола, именно это выражение. Поэтому мы, когда даже препарат назначаем, мы омепрозол, если больной сам принимает, мы его отменяем, и пантопрозол, там, лоинзар и другие препараты назначаем в этом смысле. Да, тут вам надо задавать вопрос тому, кто разрабатывал этот протокол. Но у нас нет таких ограничений. И в европейских рекомендациях их нет. Нет. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Вырукинся, если кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста. Кюльхан, у вас есть вопросы? Здравствуйте. Пока никто микрофон не включил, не задает вопросы. Если вы позволите, я задам такой вопрос. В Азербайджане принято при лечении COVID-19 назначать антибиотики. Ну, практически, если даже 37,2, там, 37,5, сразу начинают лечение антибиотиками. Иногда даже и внутривенные антибиотики назначают. Ваше мнение, можно ли назначать антибиотики при COVID-19? Если да, то когда это стоит его назначать антибиотиками? Да, мнение тут однозначно мировое. Но я сразу скажу, у нас тоже назначают и тоже ошибаются. Потому что для участкового человека, который лечит, наличие пневмонии без антибиотиков, он просто ни сам себя не понимает, ни больной его не понимает. Но с точки зрения здравого смысла и науки, антибиотики абсолютно бесполезны при коронавирусной инфекции. И более того, у нас вышло уже очень много писем со стороны клинических фармакологов и микробиологов. И при таком широком назначении антибиотикриальных средств мы выращиваем у себя в популяции резистентную флору и столкнемся с тем, что нас забьет резистентную флору, энтерокок и прочее, особенно внутрибольничная флора. Значит, на сегодняшний день наша позиция абсолютно изменилась. Вот ко второй ситуации внутри стационара мы не назначаем даже азитромицин, потому что он неэффективен как противовирусный препарат. Все больные без антибиотиков по уровню прокальцитанина. Только если прокальцитанин выше 0,5 или есть явные признаки гнойных осложнений, больные получают антибиотики. В реанимации, если больше трех дней на искусственной вентиляции легких, то будет вентилятор ассоциирована пневмония, как профилактика обязательно идет. Дома никогда. Это на самом деле ошибка. Если у больного, конечно, нет бронхоэктотических болезней, вот у бронхит хронического, что мы боимся, потому что это приведет к колоссальным потом проблемам развития резистентной флоры. Вторая, кстати, проблема, которая есть в России, это повсеместное выполнение КТ. У населения пошел такой слух, что надо обязательно делать КТ, все его добиваются, делают его повторно. Вот, примерно 85% уезжают ни с чем, то есть у них нет никаких поражений. И радиологи говорят о том, что это большие риски для такого облучения населения по 2, по 2, по 3, по 4 исследования, которые могут привести к увеличению онкологических рисков в будущее. Тоже говорят, не увлекаться этим. Если у больного нет снижения сатурации, у него нет никаких показаний. В общем, КТ легких, он болеет легко. Спасибо большое. Я очень извиняюсь, могу я задать один вопрос по поводу ковида тоже. Дело в том, что сейчас последние публикации из Германии, шоковая, шоковая находка, что ковид – это не какая-нибудь вирусная инфекция, а это бактериальная инфекция, обязательно бактериальная инфекция. Когда мы уже находим 30-40% поражения легких, тогда мы начинаем антибактериальную терапию. Это ни к чему хорошему не приводит. Сейчас пошла тенденция, что больные сидят дома, получают сами фавипировир. Первый день по 8 таблеток 2 раза в день, а потом по 3 таблетки 2 раза в день. И они прекрасно излечиваются и всем рекомендуют. В смысле, возможно ли, чтобы всем поголовно люди сами себе назначали бы это очень такой вот мощный препарат, такой как фавипировир. Как вы относитесь к этому фавипировиру? И второй вопрос. В наших ковидных больницах в основном все, те, которые вследствие ковида появилось высокое давление, им дают амлодипиновую группу. Даже те, у кого и сахарный диабет или что. Я, например, не из-за того, что сейчас слушают и другие представители сервия тоже. Я, например, своим диабетикам предпочитаю препараты нолиприлфорд и нолиприлбифорд. Это действует и на качество жизни, и на снижение гипертонической спады, и держит 24 часа в сутки. В смысле, не дает вариабельности такой. И еще второе. Например, в Голдлайн протокол в Германии включили такой препарат как Апранекс. Как на Апроксен, типа. И как вы относитесь к этому? Спасибо за внимание. Да, вопросов сразу много. Начну с конца. Значит, Апроксена в России практически нет. Да, вот. Я его сама себе вожу из Германии. Как бы, да, вот. Ну, потому что он мне нужен. Я тоже. Он хороший противовоспалительный препарат, а у них есть доза 750, как бы, да. Поэтому для нас не очень практично, но противопоказаний нет ни для того, ни для другого. Да, вот. Вот. Значит, что касается фавиперавира. Ну, это, конечно, такая полу-наша разработка, и она у нас очень активно продвигается. Вот. Стоит дорого. Вот. Значит, я могу сказать только личные впечатления. Значит, клинические исследования показывают, что скорость элиминации вируса быстрее. Но она представляет собой разницу между 10 дней и 11. Вот. Вот. Как бы, но при этом препарат надо принимать в большой дозе, и он дает все-таки побочный эффект, тошноток, да, вот больным, которые так себя не очень хорошо чувствуют. Но вот по моему ощущению, я надеюсь, что меня никто не слышит из тех, кто его производит, да, вот. Но все больные, которые поправляются, они и без него бы поправились. А которые не поправляются, то есть с ним плохо, и мы, и они все равно приезжают в больницу, да. То есть, ну, как бы, вот, я так, я не видела исследований, которые профилактировали бы реально тяжелые формы. Мы должны были участвовать в клиническом исследовании, но мы не поспели. Ну, должны были к нам прийти именно по исследованию. Надо смотреть, как бы, что будет там, вот. Ну, это, конечно, не для реанимации, это все равно первая неделя лечения. Но, ну, как бы, да, нет, у нас, что касается, конечно, это препарат небезразличный, вот, но в России то же самое. Пациенты покупают его сами и начинают принимать. Ну, потому что, вот, у нас, более того, его выдают бесплатно, город покупает, там, в случае положительного анализа, там, приносит. Вот, но таких, каких-то серьезных реакций я не видела. С точки зрения кардиотоксичности он спокойный, но тошнит на них, на всех, и живот болит здорово. Вот, поэтому, как бы, я вообще считаю, что ковид можно без противовирусной терапии лечить. Нет, у нас ничего надежного. Вот, как-то, да, то есть мы обязательно назначаем витамин D, вот, ну, это, наверное, вы знаете. Вот, и профилактические все мы в лечебных дозах, ну, соответственно, там, цинк, мелатонин, какие-то еще неспецифические вещи. Пока дома лечим. Вот, а если больному на шестой день плохо, то, значит, надо уже либо гормоны, либо что-то еще подключать. Достаточно успешно все это получается. А как вы поступаете, когда у больного есть совместная гипертония и сахарный диабет, и идут гормоны, что вы делаете тогда? Значит, если есть возможность, мы стараемся выбрать стероид, избегающую терапию, то есть, допустим, барицетинит или там левилумаб какой-то, если есть возможность. А так, приходится переводить на инсулин, потому что на гормонах, на этих дозах, которые даются сразу, высокий сахар, и на инсулинотерапии несколько дней потом потихонечку снижаем, конечно. Ну, вообще, эти больные, если с тяжелым сущением, они все на инсулине, потому что эти все сахароснижающие уже там не получается как-то вот. А как вы насчет моего любимого нолиприлбефорта? Да, нолиприлбефорта прекрасен, да. Значит, возможно, у вас коллеги где-то прослышали, что ингибитор АПФ плохо при ковиде, и это где-то засело на подкорке, но это не так. Сейчас все больше работ, у меня у самой как бы есть вот метаанализ, мы публиковали, вот, которые говорят о том, что скорее больные на ингибиторах, АПФ болеют легче, да, те, которые исходно их получали, потому что у них все-таки этот механизм скорее ингибируется, чем усиливается. Вот, там имеет значение еще другой фермент, имеет значение уровень тестостерона, я могу об этом бесконечно говорить, почему мужчины болеют тяжелее женщин, но у них тестостерона много, да, он участвует в процессе переноса. Вот поэтому и поголубела вся Европа, вот из-за этого. А у них этих самых, у геев тоже тестостерона много, там не в этом проблема. Проблема в голове, проблема в голове. Спасибо большое за столь хороший ответ, ну и осталась еще вот одна вот такая, вот такой вот вопрос, правда, может быть, он может быть не очень корректный, но мы следим за российскими вот вакцинами, следим за разработками, следим за их вот продвижением. В принципе, мы, я недавно почитала, что российские врачи пошли опломбом к Поповой, к Госпотребнадзор, и приспили там бумагу, что вот вы, что заставляете нас подписывать. Здесь мы должны подписать врачи, что мы согласны добровольно участвовать в этом эксперименте. Мы для вас, говорят, мышки, или мы для вас летучие мыши, или мы для вас хорьки. Вот как вы относитесь к этому вопросу, что в столь короткий период времени вакцина была готова, и что почему это называется экспериментом? Я опять приду к этому же вопросу. Покойный Жак Сервье, когда разрабатывал одну новую молекулу, через полтора года в каких-то разветвлениях он увидел, что это может в конечном итоге через год, через полтора дать какие-то побочные явления, несовместимые с жизнью человека. И он, невзирая на потраченные миллионы евро, приостановил промышленность. И запустил исходный вариант этого препарата. Как у вас сейчас в России по поводу вашей вакцины? Так, значит, вопрос перешел немножко в политическую плоскость. Это не разработка молекулы, потому что никакой новой молекулы вакцины не существует. Нет, может быть, я неправильно выразила. Но я вам приоткрою, может быть, тайну коммерческую или еще что-то. Она же не с нуля разработана. У этого института была наработка на Эболу и на предыдущие SARS-MERS-вирусы, которые не пригодились. И они, в принципе, только заменили спайк-белок, сам вектор, у них все это уже было. Почему вы спрашиваете, это так быстро, потому что это на готовые уже... Ну, как бы, они сели и придумали, чтобы нам такое сделать. Они знали, как ее сделать, как бы, они ее... Да, потом шли испытания. Значит, ну, наши внутренние ощущения. Вакцина спутник, если говорить о ней, у нас три вакцины запускаются сейчас. Она высокоэффективна. Но она вырабатывает очень мощные антитела. Но не все люди ее хорошо переносят. Она дает реакции повышения температуры, и боль в руке, и боль в спине. Ну, так сказать, как бы вот. И поэтому, естественно, будут запускаться там вакцины другие. И вот, допустим, о, как она называется, корона... Еще нужно... Что-то я тут уже забываю. Плюс бы вакцина Чумакова. Я же все-таки не иммунолог, как бы, да, кардиолог. Вот. Очень хорошая, очень хвалят, вакцина будет в центре Чумакова. Она классическая вакцина, как у одной из китайских компаний. Она сделана из ослабленного вируса, как у кори. Да, то есть это живая ослабленная вакцина, сделанная по всем законам проведения вакцинации. Но именно поэтому она еще не готова, она требует для масштабирования большего времени. Но скоро появится достаточно. Вот. И как... Ну, вакцин без побочных реакций-то не бывает. Вы, наверное, читаете, что у Pfizer очень интересная вакцина. Но тоже есть случай неприятный. В Норвегии 23 человека погибли от Pfizer. Да. Ну, у нас тоже об этом пишут. Мы с вами не знаем точно, от чего уж они там погибли, что они там исходно имели. Как-то, да, вот. Просто чем больше ты прививаешь, чем всегда. Да, вот, к сожалению, у нас же дети гибнут от вакцинации, от обычной, там, и от дифтерии, так сказать. А то, что козуистические случаи всегда бывают. Но, а что нам с вами делать? Как бы, да, вот. Нам нужно 60-70% иммунизации. Чтобы ее просто перестать, надо прививать. Особенно группы риска. Я всегда отвечаю, что каждый человек для себя решает, чего он боится больше. Как бы, где у него риск больше? Заболеть? Все люди хотят жить, доктор. Все люди хотят жить таким образом. Все люди хотят жить. Самое главное, вы знаете, нет ни одного единого протокола, чтобы сказали, что является противопоказанием, какая перечень у болезни противопоказаний приема вакцины. Ну, почему? У нас написано очень четко противопоказания. Они абсолютные, это только возраст до 18, потому что не тестировалось. И, соответственно, беременность и кормление грудью. Как бы, да, все остальное относительное. Но сейчас в России онкологических больных не прививают, больных с иммунодефицитами не прививают. Ну, и с позиции осторожности, потому что это не тестировалось. Потому что прививают здорово. Да, ИБС. Это не противопоказание, потому что сама по себе ишемическая болезнь сердца – это риск тяжелого ковида. Поэтому, как бы, да, лучше получить небольшой риск, там, или какие-то осложнения от вакцины, чем получить потом тяжелое течение. Но у нас очень много переболевших. Они знают, что у них антитела, и, соответственно, они на прививку не идут, потому что заболели. А болевших у нас пока не прививают, потому что длительность иммунитета пока неизвестна. И предполагают, что в течение года он есть. Спасибо большое. Благодарю. Я вас извучила, извинитесь. Спасибо. Ну, все, что знаю, рассказал. Спасибо большое. Я хотел бы еще одну вещь тоже сказать. В нашем чате есть, в принципе, прочитаешь, я думаю, что лучше прочитать. Уважаемая Александра Олеговна, спасибо вам за интересную лекцию. Для нас очень важно, что вы встретились с нами в такой важный для Санкт-Петербурга день, как день снятия блокады Ленинграда. Думаю, что если вы выстояли блокаду, то в ужасное время, то справитесь и с последствием вируса. Вопросов нет. Желаю вам успеха в карьере. Валида Агаева, Сити Госпиталь. Вот такое пожелание для вас. Да, мы благодарим вас за столь такое сложное время. Для нас этот ковид был дважды сложнее, потому что мы боролись за свою землю, за свою свободу и за то, что у нас террористы отобрали. И в это время и ковид, и война. Мы пережили очень тяжелый период. Я знаю, что Россия была рядом с нами. За это мы вас тоже благодарим. Спасибо за столь хорошее. Спасибо. Мы очень ждем. Кими вопросов у вас, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. 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 Ну-ка, да, да, да. Александр Олеговна, доктор спрашивает, она подключилась к концу лекцию, не успела к началу лекцию, говорит, может быть, вы сказали свои лекции, я видел слайд, вы об этом говорили. о использовании антиагрегантов и коагуляционной терапии в лечении пациентов при COVID-19? Убедительных данных по курантилу, по дипереминамолу и аспирину нет. На сегодняшний день некоторые считали, что аспирин предпочтительный НПВС, но убедительных данных нет. А антикоагулянты обязательно. Причем могут быть пероральные антикоагулянты. У нас в городе уже давно нет. Ривороксабана в аптеках не купить ничего. Все покупают, принимают. Ривороксабан активно идет, Апиксабан. Это Ксорелта, да? Да, Ксорелта, Эликвис, все это очень активно. Но для госпитализированных больных препараты выбора это фраксипарин и дальтапарин. Да, но у меня не было возможности показать вам эти слайды. Они в своих вот этих вот комплексах, они инактивируют вирусные частицы. Поэтому они идут еще как лечебный, как бы такой компонент. Вот хороши. Но сейчас говорят о том, что большие дозы использовать не стоит. Вышел метаанализ. Хорошая доза это 0,3-2 раза. Вполне достаточно. Не нужно много. Потому что у них бывают и кровотечения, и еще какие. Спасибо большое. Кровоизлияние тоже, кровоизлияние. Да, да. Поэтому тут главное не перелечить. Спасибо большое. У нашего доктора умерла сестра 40-летняя, да. Дома переболела ковидом, прилегла уснуть и нашли мертвый. Да, тромбоэнболеет. Хотя вроде ничего серьезного, да. Спасибо большое. Такой вопрос от Афахана Геограмановой. Добрый вечер. После приема антивиральных препаратов поднимаются ли печеночные ферменты? Если да, надо ли обращаться к гипотологу или переждать, чтобы само нормализовалось? Значит, ответить на этот вопрос очень сложно, потому что при самой коронавирусной инфекции очень часто повышаются печеночные ферменты. Да, то есть повышение АСТ и ЛТ очень характерно даже при легких формах. Поэтому вам очень трудно отдифференцировать, от чего это. По мне, так все отменить и подождать, само пройдет. Спасибо. Очень интересный вопрос тоже поступил от врача. Да, и я думаю, что многие не знают на этот вопрос ответ. При сдаче ПЦР-анализа у некоторых пациентов даже на 14-й день показывается, ПЦР-мазок оказывается позитивным. А у большинства пациентов даже через 21-30 дней лечения иммуноглобулин М остается высоким, а иммуноглобулин G по сравнению с иммуноглобулином остается низким. Как вы объясните такую ситуацию, учитывая, что уже прошло время, иммуноглобулин G должен повыситься? Я знаю ответ на этот вопрос, но он зависит от вашей позиции государственных органов, которые регулируют. Я не знаю, как у вас по закону. Да, значит, живой вирус выделяется из организма в течение максимум 8-9 дней. В принципе, 3 дня нормальной температуры и в организме живого вируса уже нет. Да, все, что мы диагностируем на ПЦР, это мелкие фрагменты, которые заглотились нашими клетками, потому что ПЦР, они не всю вирусную РНК, а ее маленький-маленький фрагментик, как бы, да, зависит от набора. Вот, это раздробленные частицы погибшего вируса в наших клетках, которые могут выделяться достаточно долго. Больной не заразил при положительном ПЦР, как бы, да, вот, реконболисцент. Но это зависит от позиции у нас. Например, это регулирует Роспотребнадзор, и, соответственно, пока нет отрицательного анализа, человек на работу не выпишет. Да, допустим, в Германии 3 дня нормальной температуры, ты можешь выходить на работу, никто никого анализа не спрашивает. Это зависит не от здравого смысла, а от регуляторики. То есть, как принято. У нас раньше требовали два анализа, теперь, слава богу, хоть один. Да, потому что... А у нас 21 день, 21 день, ты дома, прикол. Ну, вот это напрасно, как бы, да, это избыточное. Вот, потому что все заражения происходят до, в инкубационный период и в первый день болезни. Как бы, да, заразность больного по мере прогрессирования резко снижается, и больные с пневмонией, как правило, все уже не заразны. Именно поэтому больше всего болеют врачи в нековидных стационарах, где они попадают туда в скрытые болезни. Вот там они всех заражают. А не в ковидных, где в красной зоне, там ты в СИЗах, и уже как бы вот все по-другому. Вот, ну, это как бы ответ на этот вопрос. Что касается иммуноглобулинов, это очень долгий ответ, на сегодня на него нет времени. Я очень коротко скажу, что на коронавирусную инфекцию у каждого организма свой тип иммунной реакции. Значит, при легком течении вообще половина больных никаких иммуноглобулинов не образовывает. У них все останавливается на стадии клеточного иммунитета, вы ничего не найдете. А они болеют и больше не заболеют. И вы никак не определите, болели они или нет. Вот, значит, при средне-тяжелом течении, как бы, да, за... Вот, это только клавиша, что сначала, потом жить. Как бы, да, на самом деле у всех по-разному. Вот, по-разному они держатся, по-разному вырабатываются. Хочу задать вопрос вам, а какая вам разница, у чего у них там с антителами? Я их вообще никогда не назначаю. А смысл какой? Как бы, да, если они не говорят о напряженности иммунитета, то имеет смысл только врачу сдавать эти иммуноглобулины, чтобы доказать, что ты был волен и получил компенсацию. У нас такая есть. Да, ты можешь получить компенсацию, если ты на работе заразился. А если у тебя ПСР отрицательна, то можно хотя бы ему наглобулином доказать, что у тебя действительно коронавирус был. А так, вот, они, в общем-то, в общем-то, они ни к чему. Да, не специфичны весьма. Спасибо большое. Тут два раза врач задавал этот вопрос. В принципе, я подумал, что вы более-менее на него ответили. Значит, такой вопрос. Спасибо за интересную лекцию. Это Лала Хан задает такой вопрос. У больного после перенесённого ковида развивается сердечная недостаточность с отёками, одышкой и давлением 240 на 140. Возможно ли назначение одновременно на липрелу форта и трифаз? Скажите мне, что такое трифаз? У нас такого слова нет. Это мочегонная. А, это мы что, это фрусимит или что? Да. Сочетание двух мочегонных возможно. Учитывая, что это эндопамид. Да, можно. Это торосимит написали здесь. Да, это возможно, конечно. Потом такой вопрос задает Има Ханун Гараева. В течение какого периода после перенесённого ковида происходит нормализация дедимера? Как долго назначать антикоагулянты? Вопрос в литературе не устоялся. Да, у некоторых больных, наоборот, может происходить прогрессирующее снижение дедимера. И такая коглопатия потребления в таких пациентах тоже есть. Значит, большинство рекомендует так. После тяжёлого течения и пребывания в реанимации на искусственной вентиляции лёгких 45 дней. При повышенных рисках тромбоэболических осложнений венозных тромбозов тогда согласно рекомендациям по венозным тромбозам и полгода, или кто-то перенёс тромбоэмболею согласно рекомендациям всё назначается. Вопрос о назначении антикоагулянтов на дому больным с лёгким и средним течением он вообще толком не устоялся. У нас в рекомендациях есть, что надо назначать. Но не все считают, что это правильно. С учётом рисков кровотечений. Поэтому я думаю, что больных в средне-тяжёлых после выписки из стационара не надо долечивать без специальных показаний. Если нет варикозных вен, каких-то посттромбофлебетических синдромов, данных исторических, риски тромбозов и так далее. Потому что всё-таки постеместное широкое назначение антикоагулянтов тоже небезопасно. Ирина Олеговна, это мой личный вопрос по поводу своего здоровья. У меня есть варикоз на одной ноге. Я с марта месяца маленькую дозу кардиомагнила принимаю. Каждый день после еды. Как Вы относитесь к этому? Я отношусь к этому, наверное, неплохо. Да, если у Вас есть другие факторы риска. Но на венозный тромбоз он не повлияет. Я знаю. Но при этом у меня, когда я долго сидела на работе, какой-то лимфостаз был. После того, как я начала принимать кардиомагнил, витамин D и одну упаковочку цинкарота выпила, 25 миллиграмм. Вы знаете, у меня нет ни отеков, ничего. Чувствую себя неплохо, но кардиомагнил пью. Как Вы к этому относитесь? Значит, кардиомагнила оставьте, наверняка у Вас есть к нему показания. А что касается вен, это ультразвук, ассоциированный с риском тромбоэмболии только глубокие вены, поверхностные не имеют значения. Они не тромбозные. Да, поэтому Вы можете, да, это чисто косметический вопрос, там и всякое другое. То есть только с точки зрения тромбозов и тромбоэмболии это неповышенный риск особо. Спасибо. Ну, такое глубокие вены, да. В общем, будем жить, Ирина Олеговна. Да уж постараемся, да. Спасибо, спасибо. Мы немножко вопросов много... Мы снижаемся немного, да. Тогда этот, долго не будем Вас мучить. Можно быть, я два вопроса задам? Последний. Значит, Ваше отношение, вот, если взять пациента COVID-19, средней тяжести, алгоритм Вашего лечения, который используете Вы, и после того, как пациент перенес COVID-19, как долго у него будет сохраняться иммунитет? Никто не знает. Да. Значит, этого никто не знает. Вирусологи объясняют мне так, начнем тоже с конца, что это семейная предрасположенность есть коронавирусом. Есть же много других коронавирусов, которыми мы болеем, помимо нового, да, таких достаточно безобидных, но есть наследственная предрасположенность болеть часто, то есть иметь очень короткий иммунитет. И вот за счет этих людей мы видим вдруг повторные заболевания. Но в целом все говорят, что большинство людей будет иметь иммунитет больше, чем на год. Да, больше мы не можем с вами сказать, потому что длительное существование всего год, вся эта история, как бы, да, не проследить. Но последние работы говорят, что и через 9 месяцев после болезни клеточный иммунитет работает достаточно. Вот, то есть, но если вам не повезло, и вы родились в семье, у которых короткий иммунитет, то я знаю людей, которые переболели уже дважды. Да, и говорят, в Москве даже по третьему разу пошли. Но это, конечно, не все население. Да, то есть вот... Ирина Ледна, а как вы относитесь к препарату вобензин? Никак. Да, мы это писали. Если бы он был эффективен, то уже давным-давно бы Нобелевскую премию дали. Так давно его уже обсуждают. Но пока еще никаких доказательств. Знаете, я три года подряд весной и осенью пила вобензин. Три года. И за эти три года я ни разу гриппом не заболела. Не знаю, это совпадение или как. Ну, как говорится, у вас нет контроля. Я сейчас... Наушники. Наушники. И последний вопрос. Я вообще отношусь к любому желанию что-нибудь улучшить позитивно. Нравится, так принимайте. Вот хуже-то точно не будет. Спасибо. Александра Альгановна, последний вопрос. Вот пациент средней тяжести, алгоритм лечения. Да, значит, по пациенту средней тяжести. Значит, если вы лечите человека дома, да, и он болеет, и даже уже сделано КТ, известно, что есть там процентов 15-20, там сколько-то поражения, там без задышки, вы его наблюдаете. Даете ему, хотите, давайте, фавиоперавир, хотите, нет, это можно. Да, вот. Значит, мы его наблюдаем, где-то критические моменты, это пятый, шестой день. Да, если лихорадка начинает нарастать, значит, начинает нарастать воспаление. Значит, будет прогрессия в легких. Вот, и, соответственно, нужно начинать либо гормональную терапию полмиллиграмма на килограмм веса. Да, я лечу амбулаторно. Ну, друзей своих, родственников, всех наших врачей, там, и так далее. Вот, редко кого приходится госпитализировать. Вот, если гормоны за сутки не помогают, то надо переходить к антицитокиновой терапии, смотря какая у вас есть. У нас есть много разных препаратов, и олокизумаб, и левилумаб, и там, этот самый, сарилумаб, но много разных, которые перечислены. В принципе, они эффективны все, да, у этих больных. С ними проблема, их не надо поздно вводить. То есть, если больной уже, извините, на трубе и в реанимации, они, как правило, неэффективны, даже увеличивают смертность, снижают иммунитет, там уже бактериальные осложнения и так далее. То есть, да, это достаточно раннее назначение. На мой взгляд, оптимальный, это шестой-седьмой день болезни. Вот, да, либо человек начинает поправляться, он идет по линии, как было, он на седьмой день нормализует температуру, и потихоньку, через слабость, решит, он поправляется сам. Сценария, как правило, два, и кто по какому пойдет, пока неизвестно. Мы сейчас занимаемся там генетическими предикторами, вот, но тетеньки, к счастью, болеют, большую часть легко. Но не все, но не все. По крайней мере, худые и молодые все легко. Все лежат, все, я не могу. Там, ну, 37,1 и никакой пневмонии. Чувствую все равно плохо, но тяжело не заболевают. Спасибо большое. Спасибо большое за интересный доклад. Тут в чате тоже большое количество благодарностей пишут вам. Спасибо огромное. Было очень интересно пообщаться. Спасибо большое. Спасибо. Ждем вас в Баку. П суббожим. Люблю. Чокости рам. Бо ушахта улайн bütün суалары hamане садовное количество сасландиралось. Прошу прохор и�пин. Спасибо большое. Суббой. Хркесса тешкюр билдирам. Кошуldу. Минус, очень интересный доклад. ПООЗОВИБЩЕ. Мы дольше спасибо. Спасибо. Без тебя спасибо. Благодаря вам спасибо. Будьте спасибо. Будьте, пожалуйста. Огestäъем. Субтитры создавал DimaTorzok